Когда спасательная операция закончилась, нашу съемочную группу вертолетом с крейсера Петр Великий перебросили в поселок Ведяево, где находились семьи погибших моряков. Эту площадь перед гарнизонным домом офицеров я запомнил надолго. Эти кадры никто никогда не видел. И сегодня, по прошествии 10 лет, тяжело смотреть на горе людей. А уж тогда, сразу после трагедии, это было просто невозможно. Вопрос в том, что трудно было себе представить и мне, и в том числе, могу вам сказать, откровенно. Мы знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас получили силы в трудном положении, что у нас флот. Но если не гурина, то очень сложно положить. Так что все в таком положении, я тоже себе не представляю. Развалились все средства. Нету ни ШШ. Вот и все. Если бы я мог, знаете, вот если бы я лично мог, я бы сам был залезен. Я уже власть был, когда вы знаете. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят. Для того, чтобы нам поднять, я вам и говорю ответственно. Я не могу сейчас, знаете, прийти, сейчас вам наговорить и смыться отсюда. Я говорю вам так, как есть. Вот это тяжелая правда, но она правда. Вот так, как есть. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят. Пусть нам нужно говорить. Значит, пусть режем. Я так и сказал всего-то. Я им только сказал, режьте. Но мы с вами должны понимать, что вот если есть какие-то теплые чувства, да, если есть какая-то надежда, резать тоже нужно умом оставаться. Там есть на телевидении люди, да, которые сегодня рут больше всех, и которые в течение 10 лет разрушали вот ту самую армию флот, на которой сегодня дебут люди. Вот сегодня они в первом ряду защитникам этой армии тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии флот. Я сейчас скажу о каком сокращении нужно. Вообще нужно ли это сокращение? Оно нужно настолько, насколько нам нужно, чтобы экипажи были не с одной, не с двух и с трех. А если нужно, может быть, один экипаж, не с десяти. Но чтобы этот экипаж потом не страдал и не погибал на углах. Вот нам нужно хотя бы один экипаж. Но абсолютно точно мы должны быть уверены, что он всем обеспечен, хорошо обучен, что он получает достойную заработную плату. Вот что нам нужно. А чтобы деньги не оплатили нищие спецсуществования и не собирались к миру погибнуть. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобуса за то, что они не заплатили в Украине. Надо, чтобы они получали застойное денежное содержание. Вот до полторы-две тысячи жить не надо жить.